Привет, друзья! Это канал Фактограф, и сегодня мы будем говорить о тех животных, птицах и насекомых, которые не только желают нам зла, но и наоборот могут быть настоящими помощниками в нашей жизни. Кто-то из них помогает бороться с вредителями растений, кто-то с кровососущими насекомыми, а кто-то даже способен сберечь урожай самым экологичным способом из всех существующих. Вы научитесь отличать полезных жуков от вредителей, поймете, какую роль отыгрывает в природе летучая мышь, синица, обыкновенный еж и откроете для себя таких насекомых, как уховертка и трихограмма. Готовы узнать больше? Тогда давайте начинать! Трихограмма. Если вредители снижают урожайность и качество вашей продукции, то используйте против них биологическое оружие. Заведите на своем участке трихограмм. Это крошечные, величиной не более 1 мм мушки, которые являются паразитическими насекомыми. Они отличаются плотным телом черного или желто-коричневого цвета с металлическим отблеском. Трихограммы уникальны тем, что их самки откладывают яйца в свежеотложенные яйца вредителей сада и огорода. Подрастая, эмбрион попадает в подготовленную среду для развития, затем превращается в личинку и питается содержимым яйца хозяина. Так вредоносные насекомые истребляются еще до момента появления гусениц. Из яйца вылезает уже взрослая трихограмма, которая готова спариваться. При этом она абсолютно не опасна для растений, ведь питается нектаром. Всего трихограмма способна уничтожить около 215 видов вредителей. Удивительное существо. Большая синица. Санитары леса, так люди часто называют синиц. И поверьте, они заслуживают носить такое звание. Эта подвижная вертливая птица вырастает в длину до 17 сантиметров. Среди других пернатых она выделяется ярко-желтым брюшком с черным галстуком, черной синим отблеском шапочкой на голове, желто-зеленой спиной и голубоватыми крыльями и хвостом. Да, она выглядит так, как будто только что вернулась с карнавала. Но главной особенностью синицы является не внешний вид или уникальное пение, а ее навык усердного ловца-вредителей. Обитая в садах, парках и скверах, эта птица питается мелкими беспозвоночными и их личинками. Она ест жуков, гусениц, комаров, мух, клопов, тараканов, клещей и многих других паразитов. К примеру, одна пара синиц, методически осматривая каждую веточку, может избавиться от вредителей до 40 плодовых деревьев, а вес съеденной за день пищи можно сопоставить с собственным весом птицы. Жужелица садовая. Среди других насекомых жужелицы выделяются темно-графитовым окрасом с металлическим блеском, большими усами и длиной тела до 3 сантиметров. Они выглядят как маленькие бронированные танки, только вместо пушек у них есть мощные жвалы, которыми они легко пережевывают любое насекомое, которое посмело забраться на их территорию. Но не думайте, что жужелицы – это просто кровожадные хищники. Нет, они также являются важными помощниками в сельском хозяйстве, потому что спасают огородные и садовые культуры от гусениц, улиток, слизней и всяких личинок. На охоту они выходят ночью, а днем прячутся в укромных местах под камнями или листьями. Если на вашем огороде много жужелиц, то вы можете обойтись без химических средств и препаратов для борьбы с садово-огородными вредителями. К примеру, один жук способен уничтожить за сезон до 300 штук вредителей. Так вы получите экологически чистый урожай и сбережете свои деньги. Барсук – это привлекательное животное, образ которого вы часто могли встретить в детских мультфильмах и сказках. Барсук имеет продолговатое тело длиной до 90 сантиметров. Его длинная и достаточно жесткая шерсть на спине окрашена в бурый цвет серебристым отливом, а снизу – почти в черный. Узкая вытянутая морда имеет белый окрас с двумя широкими темными полосами. Барсук живет в смешанных лесах и каждый день работает на благо окружающей среды. Животное добывает себе пищу и таким образом помогает людям избавиться от вредителей лесного и сельского хозяйства. В его рацион входят личинки и гусеницы насекомых, лягушки, ящерицы, грызуны и даже иногда птицы. Молодого барсука легко приручить, и он станет прекрасным домашним питомцем и другом человека. Но из-за своего ценного жира животное является желанной добычей для охотников. Кроме того, его шерсть используется в щетинно-щеточном производстве, а мясо люди употребляют в пищу. Зверков вылавливают из нор с помощью собак и даже специально разводят в неволе ради прибыльного бизнеса. Бужья коровка. Это одно из немногих насекомых, которые обожают дети. Но это не только красивый, но и полезный огородный жук, который способен уничтожить большое количество вредителей. Могли вы себе представить, что безобидная божья коровка относится к хищникам? Жук имеет округлое тело длиной до 7 мм и выгнутую красно-оранжевую спинку в черной крапинке. Его точки, вопреки популярному мнению, не указывают на возраст, а обозначают вид, которому принадлежит жучок. Семиточечная божья коровка – хищная и очень прожорливая насекомая. Ее самым любимым лакомством является тля – вредитель, что живет на тыльной стороне листьев, садовых и овощных растений. Взрослая особь за день способна съесть около сотни этих паразитов. Кроме того, отдельные виды божьей коровки уничтожают белокрылок, щитовок, паутинных клещей и мучнистых червецов. Стеторус или клещевая коровка. Опытные садоводы знают, что остеторус – это близкий родственник божьей коровки и насекомое, с которым не нужно бороться. Ведь этот маленький подвижный жучок является активным истребителем паутиных клещей. Как взрослые особи, так и личинки питаются этими вредителями и их яйцами. Они даже обитают в местах скопления паутинных клещей, чаще всего на обратной стороне листьев растений. За всю свою жизнь один такой жучок может уничтожить от 800 до 2000 особей вредителя. Как же отличить стеторуса от других насекомых? Это задача со звездочкой. Длина его округлого тела составляет всего 1,5 мм. Меньше спичечной головки, а черный, как нефть, окрас еще больше усложняет эту задачу. Но если вам удастся его обнаружить, то можете не беспокоиться. Стеторус сделает свое дело и эффективно очистит растения от паутинного клеща. Обыкновенный еж. Еж на участке – это правая рука садовода, которая идеально делает свою работу. Без прогулов и выходных. Многие люди специально приманивают на свои участки колючих друзей, чтобы избавиться от назойливых паразитов. Еж – это небольшое насекомоядное животное с вытянутой мордой. Верхняя часть тела ежа усыпана колючими иголками, которые защищают его от хищников. Этот зверек вылавливает и ест жуков, гусениц, улиток, слизней, личинок, совок, а иногда даже мышей и змей. Он работает ночью, пока никто не мешает, а днем спит. Вам очень повезло, если вы заметите у тебя такого хорошего помощника. Но в порыве умиления не стоит брать его в руки. Еж – это дикое животное, которое может ощутимо укусить и тем самым спровоцировать заражение. Также еж может быть переносчиком клещей, гельминтов и даже бешенства, поэтому не пытайтесь его поймать. Уховертка. Благодаря характерным щипцам на задней части брюха, уховертку в народе называют двуххвосткой. И из-за ее способности достаточно больно укусить человека – щипалкой. Напишите в комментариях, щипал ли вас когда-то этот жук. Вытянутое тело уховертки окрашено в красно-коричневый цвет и имеет длину около двух сантиметров. Возможно, вы удивитесь, но она умеет летать, но крыльями очень редко пользуется. Насекомое предпочитает передвигаться на своих шести лапах и вести ночной образ жизни. Уховертка селится в лесах, садах и сельскохозяйственных угодьях. Она одновременно является и падальщиком, и хищником, ведь поедает как мертвых, так и живых клещей, пауков, клей, различных личинок и даже споры болезненных грибов. Это хорошо, но проблема в том, что когда заканчивается животная еда, щипалка начинает есть огородные и садовые растения, обгрызая листья и корни. Так она может принести не только пользу, но и нанести огромный урон урожаю. Большой пестрый дятел Дятел – это летающая древесная птица, которая плохо летает и не умеет ровно стоять на горизонтальной поверхности. Он даже спит в вертикальном положении, а крылья используют только для перемещения с дерева на дерево. Дятел отличается вытянутым, достигающим в среднем 25 сантиметров телом, острыми длинными крыльями и крепким долотообразным клювом. В окрасе преобладают черные и белые тона, которые разбавляются ярко-красным подхвостьем. Если где-то в лесу или в парке вы услышите звук «трррр», похожий на звук по пустой бочке, то знайте – это работает дятел. Он достает из-под коры деревьев, насекомых и личинок – термитов, клюв, муравьев, короедов. Благодаря тонкому слуху птица слышит малейший скрип вредителей и безошибочно выбирает больное дерево. За секунду она отбивает до 20 ударов, а за один прием пищи может съесть до тысячи муравьев. Еще дятла можно назвать не только лесным врачом, но и лесным строителем, ведь он не только уничтожает вредителей, но и выдалбливает в деревьях дупла, где гнездятся другие птицы. Златогласка или флерница? Это что, маленький эльф? Нет, это зеленая мошка с большими прозрачными крыльями, которое выглядит как сказочное существо. У златоглазок вытянутое тело длиной около 1 см, большие глаза фасеточного типа и длинные изящные усики. Размах крыльев у европейских видов достигает 35 мм, а у тропических может превышать 65 мм. Златогласки – это маленькие санитары садов, огородов и друзья садоводов. Взрослые особи порхают в вечернее время, словно бабочки, и питаются пыльцой и нектаром. А вот личинки флерниц и еще те хищники, только вылупившись, они сразу же начинают охотиться на тлей, листоблошек, червецов, а также клещей. Личинки прокалывают добычу острыми жвалами и впрыскивают в ее тело яд и пищеварительный сок, а затем всасывают получившийся коктейль. В некоторых странах садоводы специально заводят златоглазок на своих участках, чтобы таким экологическим способом избавиться от паразитов. Летучая мышь. Летучая мышь ассоциируется с вампиром из ночного кошмара, и увидев ее мы вряд ли обрадуемся, а скорее всего в страхе начнем отмахиваться. Но эти животные – незлобные чудовища. Им просто не повезло с внешностью. Лохматая шубка, зубастая мордочка, большие крылья, непонятные формы у многих вызывают брезгливость, а ночные полеты и странные крики, граничащие свизгом, еще больше отпугивают. Но на самом деле летучие мыши приносят огромную пользу человеку и природе. Насекомоядные виды уничтожают огромное количество мух и садовых паразитов, а благодаря ночному образу жизни они могут поедать тех паразитов, которых не видят птицы. Они эффективно истребляют кровососущих насекомых, жуков, гусениц, совок и шелкопрядов. К примеру, одна особь за час может съесть до 600 комаров. Доставая из цветов добычу, летучие мыши переносят семена, пыльцу и способствуют опылению растений. И, кстати, да, мыши-вампиры – не выдумка. В мире существует всего три таких вида, и они являются эндемиками Южной Америки. Стрекоза. Лучшие друзья девушек – это бриллианты, а садовода – стрекозы. Да-да, эти огромные летающие насекомые являются не только проверенными биологическими индикаторами здоровья водоема, но и эффективными охотниками. Стрекозы играют большую роль в регуляции численности кровососущих насекомых. Ведь они едят комаров и других мелких насекомых, которых ловят на лету, а также тлю, которая может нанести значительный ущерб урожаю. Вы узнаете стрекозу по стройному вытянутому телу, большой подвижной голове, крупных фасеточных глазах и прозрачных крыльях с жилками, размах которых в разных видах варьируется от 2 до 20 сантиметров. Примечательно, что личинки стрекозы живут в воде и также охотятся на личинок других насекомых – головастиков, мальков рыб и мелких ракообразных. Тем не менее, часто они и сами могут стать пищей для рыб и птиц. Друзья, на этом у нас все. Надеемся, вам понравилось это видео, и вы теперь точно знаете, что насекомые бывают не только надоедливыми, но и полезными, что птицы могут лечить деревья и что каждое животное занимается своим делом. Делитесь с нами в комментариях, что интересного вы взяли для себя из этого видео и о чем услышали впервые. Нам будет интересно почитать.